В Алматы запущено мобильное приложение Дармен для мгновенного оповещения о чрезвычайных ситуациях. Уведомления об угрозе и возникновении ЧАЭС поступают на смартфоны горожан в течение нескольких секунд. Приложение разработано по заказу департамента по ЧАЭС города Алматы в рамках концепции смарт-сити. Алматы – один из самых сейсмо- и лавиноопасных регионов Казахстана. Поэтому для жителей крупнейшего мегаполиса вопрос готовности к чрезвычайным ситуациям всегда актуален. Вместе с семь мегаполисов в числе развитых, продвинутых и умных городов страны. Дело в том, что те возможности технические, которые сегодня мы используем для экстренного оповещения населения, они нас не удовлетворяют. Оповещение смс-рассылкой проходит в течение 6-5 часов. Ну и прежде всего это не нравится алматинцам. Мы отправляем смс-рассылку, она доходит до отдельных людей, может прийти ночью, будет их. Если это землетрясение, то люди беспокоятся о том, это землетрясение, которое было 5 часов назад, или это новое землетрясение, которое должно ли произойти, или произошло. В общем-то мы начали поиск других способов более эффективного оповещения. В прошлом году в Алматы было организовано расширенное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧАЭС, на котором Аким города дал поручение департаменту по чрезвычайным ситуациям совместно с Центром развития города разработать удобное и доступное приложение. Новый IT-продукт должен был решить проблему системы экстренных оповещений в случае ЧАЭС. Задача была успешно выполнена. Преследовали несколько целей. Первое – это для пользователя оно должно стать бесплатным, то есть должна быть определенная привлекательность, должно быть экстренным, действительно мгновенным оповещением. Мы изучили международный опыт, посмотрели, как это делают в Японии, посмотрели, как это делают в Мексике, в Соединенных Штатах. Есть проблемы в том, что такие приложения работают не на всех телефонах, мы поставили себе такую задачу, чтобы люди могли, используя андроиды и АЭСы, в одинаковом мире быть оповещены. И, в общем-то, пригласили к сотрудничеству нескольких разработчиков. Многие потихоньку отслоились, отпали. И остался вот Дармен, который отвечает всем сегодняшним нашим задачам. До последнего времени информацию ОЧС алматинцы получали СМС-сообщением от службы 112. Но система имела недостатки. Именно поэтому и назрела необходимость в хорошей альтернативе. Люди, конечно же, возмущаются. Это неудобно. И мы сами видели, что это неэффективно, прежде всего. Но какое-то время нам пришлось использовать этот механизм. Дело в том, что алгоритм формирования СМС-рассылки таков, что программный продукт формирует группы от 200 до 300 тысяч человек, пользователей, делает первую отправку, потом приступает к формированию следующей. Таким образом, последний пользователь, в Алматы это, допустим, полутора до двух миллионов людей, получает эту СМС-рассылку, как я сказал, через 5-6 часов. Вот это крайне неудобно. Неоперативно. Мы начали поиск новых решений. Официально приложение заработало в середине апреля. Но тестирование эти решения началось гораздо раньше. И разработка показала высокую эффективность. Ею заинтересовались территориальные подразделения по ЧАЭС из других регионов страны. Добились эффективности по рассылке в течение одной секунды. Это реально так. Потом запустили путем анонса в соцсетях. Поработали в школах. За две недели мы набрали около 5000 подписчиков в городе Алматы. В принципе, это неплохой результат. Мы надеемся на вирусную дальнейшую рассылку и распространение этого приложения. Тем более, оно является бесплатным. Его можно скачать, зайдя на вот эти магазины. И, в принципе, несколько минут занимает. Авторизация не требуется. Ряд удобств, которые мы могли бы, на что, может быть, натыкается любой рядовой пользователь вот этих телефонов, мы учли. Пока нареканий со стороны пользователей мобильного приложения не было. Отметим, что разработчиками предусмотрена система обратной связи. Рассматривается каждое замечание, предложение и отзыв делаются выводы. Человек, если хочет ограничить себя в информации, он имеет право отключить телефон. Но здесь, понятно, это право каждого. Вместе с тем, во время разработки мы увидели, что есть возможность, пока только на андроидах, разбудить телефон, если он переведен в спящий режим. То есть здесь программа, она выведет его из этого режима и все равно оповестит гражданина. Если телефон отключен, то включить мы его на расстоянии не сможем. Если человек считает, что его какое-то время не нужно беспокоить, ну это его право. Мобильное приложение, оповещающее об угрозах ЧАЭС, может быть полезно в период весеннего половодия. Алматы, как и многие другие регионы страны, в это время подвержены риску подтопления. Один из паводкоопасных участков, к примеру, русло реки Ясента. Почти каждый год здесь происходит подмывание берегов. Но ситуация на контроле властей. Для решения проблемы из бюджета выделяются немалые средства. В целом у нас по городу проводятся системные работы по снижению, по устранению паводкоопасных участков города Алматы. Таким образом, за последние два года выделено при поддержке Акима города Алматы 12,7 миллиардов тенге. На эти средства были построены аэричные сети протяженностью более 90 километров. Берега укрепления 7 русел и рек. В настоящее время количество паводкоопасных участков снижено до 12. По данным участкам тоже в текущем году будет проведение работы по их устранению. Алматы расположен в сейсмоопасном районе. Толчки случаются здесь регулярно. Поэтому в городе проводятся сейсмотренировки, разрабатываются методические пособия, в школах проходят внеклассные занятия. При черчайных ситуациях природного характера, такие как землетрясения или селевые потоки, департаментом по черчайным ситуациям проводится профилактическая обучающая работа с населением города. На базе департамента есть обучающие курсы, где проводится обучение как с населением, так и с государственными органами. Управление здравоохранения, управление образованием, с начальствующим и сотрудниками этих учреждений проводятся занятия по действиям населения при черчайных ситуациях. Также на постоянной основе у нас проводятся как сейсмотренировки и селетренировки. В сейсмотренировке в целом в год проводится более 4000 сейсмотренировок во всех учреждениях и организациях города. Селетренировки проводятся перед селеопасным периодом. Наши инструкции стараемся сделать их немногословными, точными и понятными. Вот в прошлом году мы разработали пошаговую такую инструкцию – 10 шагов при землетрясении. Самое необходимое, коротко, понятно. В обеспечении безопасности алматинцев важную роль играет и новое мобильное приложение, которое интегрировано с датчиками института сейсмологии. После пилотного внедрения получили поддержку по запуску в 9 регионах Республики Казахстан. Сейчас в данных регионах находится мобильное приложение в пилотном внедрении. Также по Алмате мы 15 апреля официально анонсировали о запуске мобильного приложения. При разработке продукта, который принесет непосредственную пользу гражданам, в нашем случае безопасности населению, она требует кропотливую работу на каждом этапе, требует улучшения на каждом этапе. Так, было принято решение совместно с департаментом и институтом сейсмологии города Алматы об интеграции с системой раннего оповещения института. То есть сейсмодатчиков, установленных институтом, получается сигнал, который отправляется автоматически без участия человека всему населению города Алматы. На данном этапе мы провели интеграцию, сейчас проводим тестирование. При магнитуде от 4 баллов без участия человека отправляется сигнал тревоги населения. Все эти факторы сейсмосилия и лавиноопасность как нельзя лучше показывают, что внедрение мобильного приложения для мгновенного оповещения УЧС своевременно и просто жизненно необходимо. По разным вопросам. Это штормовые предупреждения, это селевая лавинная опасность или неблагоприятные погодные условия. Также в приложении имеются расписания справочного характера авиаперелетов, поездов, электричек и международных автобусов. Данные функции направлены в первую очередь для осведомления населения в чрезвычайных ситуациях, чтобы была актуальная информация, и также для удобства расписания всех транспортов. Продолжение следует...